Уважаемые журналисты, только что прошло заседание комиссии ПТЭБ и ЧАЭС. В рамках комиссии действует согласно законов Украины, нормативно-правовых актов Кабинета Министров и распоряжений Президента Украины, а также согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и техногенных ситуаций. Каждый город принимает на себя решение, принимает положение о деятельности этой комиссии. Данная комиссия уполномочена делать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить режим спокойствия в городах, режим подготовки к режиму повышенной готовности медицинских учреждений и в случае внедрения чрезвычайных ситуаций. Данная комиссия в рамках своих полномочий сегодня прозаседала и приняла решение поддержать в полном объеме то распоряжение городского головы, которое вчера на ночном заседании мы приняли. Хочу отметить, согласно этого положения, пункта 10, что решение комиссии принятое в межах и повноважениями и обовысковыми для выполнения в выполнении органов медицинской районы, территориальными органами выполненной власти, предприемствами, установленными и организациями, растошеванными на территории места. Также я информирую вас о том, что город Киев, город Николаев приняли аналогичные решения, которые вчера ночью принял и подписал Одесский городской голова, а сегодня на нашем заседании комиссия по ТЭП и ЧАЭС единогласна. Также я информирую вас о том, что в 14.00 пройдет областное заседание комиссии по ТЭП и ЧАЭС. На конкретно несколько конкретных пунктов, там было про создание онлайн-уроков, про усилины меры группы безопасности. Смотрите, уже сегодня можно зайти на сайт Департамента образования города Одессы и уже практически для всех классов там уже есть онлайн-уроки. То есть мы призываем родителей, чтобы дети пользовались в коммуникации со школьными преподавателями, в онлайн-режиме, в телефонном режиме использовали этот портал для просмотра тех или иных занятий. Помимо того, у нас действует проект «Электронная школа», доступ ко всем учебникам в электронном виде на сегодняшний день существует. Помимо того, сегодня ведутся переговоры с одесскими телеканалами о том, что в случае, если данный сервер по тем или иным причинам не выдержит наплыв всех школьников и они начнут пользоваться этим вопросом, то будет транслироваться как на телеканалах одесских, так и на других порталах. Смотрите, медзаявки еще собирают или уже собраны? Всем понятно, сколько может быть денег необходимо? Есть ли какая-то уже цифра? На сегодняшний день, ну это не точная информация, то есть у нас уже выделено порядка 50 миллионов. Мы планируем на сессии добавлять еще средства и думаем, что сумма может дойти до 100 миллионов. Это необходимые все средства на закупку медпрепаратов, на закупку средств дезинфекции и многих других мероприятий. Кстати, тут даже в Рент-20 спрашивали, хватит ли медпрепаратов для людей, то есть не получится ли так, что люди будут вирусом? Что касается медпрепаратов, на сегодняшний день те виды лечения, которые прописываются больным, они такие же, как при лечении от гриппа. Можно уточнить по маршруткам, о чем тогда вы договорились с перевозчиками? Или лучше избегать? У нас есть схема взаимодействия. Я рекомендую всем журналистам изучить в первую очередь наш план общегородской. Там все прописано. И в пятом разделе есть, грубо говоря, подразделение, и что оно контролирует, какие другие предприятия. Например, департамент транспорта контролирует морской порт, железную дорогу, автовокзалы и так далее, плюс частных перевозчиков. То есть с ними проводится работа о том, что они должны дезинфицировать свои транспортные средства. И не так, как это было раньше, один раз в день, а после каждого рейса. Это очень важно, потому что транспортные средства, повторюсь, это зона риска. Поэтому мы рекомендуем всем ходить пешком. Будет в случае, если будут обнаружены первые пациенты, мы будем ограничивать движение общественного транспорта. Мы так думаем. Но это будет принимать профильная комиссия. Мы очень долго с вами вместе заседали, неоднократно. И наши опасения были связаны только с тем, чтобы не допустить паники в городе Одессе. Делали это мягко, делали, разъяснили, давали информацию в средствах массовой информации. И просили жителей города относиться к этому серьезно, к нашим рекомендациям. Проанализировав ситуацию, за субботу и воскресенье мы пришли к выводу о том, что, к сожалению, недостаточно правильно и ответственно понимают, с чем мы имеем дело, с каким опасным вирусом мы имеем дело. И к нашим рекомендациям ограничить посещение мест такого массового отдыха, кинотеатры, торговые центры, не особо прислушиваться. Я понимаю, уважаемые присутствующие одесситы, о том, что и вынужденный карантин в школах, в детских садах, дети дома. Все мы знаем, какой энергией обладают наши дети. Им надо куда-то ее выплескивать. Удержать ребенка в четырех стенах дома, в квартире, наверное, можно, но очень сложно. А еще при наличии того, что это пока не... Дай Бог, чтобы этого не коснулось нас. Это не у нас. Поэтому и непонимание это, оно нас, честно говоря, очень серьезно настораживает. Поэтому мы решили без, вот, такой, знаете, распространения паники, помимо еще, решили просто сакцетировать внимание об этом. Что если можно, а мы крикну иду это, сегодня сократить предоставление услуг населению, в плане кинотеатров, фитнес-залов, там, куда приходят люди и происходит контакт между людьми. Поэтому мы приняли такое решение, и я его подписал, это распоряжение. Разное мнение по этому поводу, я смотрю, мы читаем отзывы. Но я могу точно сказать, что по нашему анализу, больше из них положительны и поддерживают принятые меры. Мы сейчас говорим, если говорить не о коронавирусе, а о других видах инфекций. Когда у нас серьезная эпидемия гриппа, введенные нами меры по объявлению карантина, находят, дают положительные результаты. Мы опирались именно на такую положительную динамику, даже при объявлении карантина, по тому, когда есть вспышки гриппа. Поэтому думаю, что это одесситы отнесутся, кстати, к нашему решению и распоряжению с пониманием. По крайней мере, мы надеемся на это. Я хотел бы, вы наверняка изучили, члены нашей трепчасовой комиссии. Скажите, пожалуйста, мы в рамках проведения комиссии должны утвердить или не утвердить данные решения. Я просто вас хочу спросить, какие мнения или есть ли люди, которые против или хотят дополнить это распоряжение? В случае выявления людей, которые проживают в отелях, с такими подозрительными симптомами, серьезными симптомами, можем ли мы дополнительно дать информацию про колл-центр, куда в таких случаях необходимо обращаться с именно таким структурным подразделением? Это не частные лица, это средства коллективного размещения, где иногда размещается 50 и более человек одномоментно. Можем ли мы понять точку входа вот этой информации? Для граждан сделан отдельный раздел. Все вопросы, связанные с коронавирусом, отдельно на главной странице сайта существует три графических баннера, которые ведут на заглавный раздел, ведут на YouTube-канал, на котором размещаются видеоматериалы. Также ведут на сайт министерства, который полностью посвящен всем вопросам, связанным с коронавирусом. Также производится рассылка информационная по базе СМИ, которая у нас имеется, и публикации в телеграм-каналах. Что с колл-центром? На базе городского центра нет ложной медицинской помощи, создан колл-центр. Какой номер этого центра? 1550 и 0800 50 1550. Колл-центр работает в круглосуточном счете. Сейчас, задумывай, достаточно мы проинформировали о том, что такое колл-центр есть? Андрей Сергеевич, 1550. Мы размещали информацию, дополнительно еще баннера сделаем, разошлем баннера. По информации сотрудников колл-центра, круглосуточно поступают телефонные звонки. И достаточно много. Он работает активно и в полном режиме. Управление розвитку споживчого рынка и защиту справа поживачьих. Сьогодні роздаются поведомления, приписи про то, який режим работы має бути дотриманный и, соответственно, эпидемиологичного стану в торговельных мережах, которые торгуют продуктами харчувания. Там мають бути обеззараживающие засоби на входах, мають бути працівники працювати в масках, в медичных рукавичках и так далее. Всі ці рекомендації доносятся сьогодні до працівників торговельных мереж, які будуть забезпечувати населення продуктами і предметами перешивания необходимости. Наше звернення. Ми так само відпрацюємо сьогодні всю роботу із правоохоронними структурами щодо взаємодії в цьому напрямку і будемо говорити з торговельною мережами про обмеження при потребі роздрібної торгівлі спиртними напоями. Працюють хтось дистанційно, хтось в школі за чергою, діти отримують посилання на уроки. Після того, як карантин буде завершено, протягом двох тижнів заборонено проведення атестаційних тестових контрольних робіт. Тобто два тижні в нас буде на те, щоб діти відпрацювали вже зі своїми вчителями даний матеріал. Зараз, крім цих... Генерного захисту охорони здоров'я, начальника управління розвитку споживчого ринку та захисту розвитку голови, директор департаменту муніципальної безпеки. Саме патрульної поліції, за яку зараз я відповідаю, це потрібна дезінфекція транспортних... Пожалуйста. Геннадович, к нам обращаются средства тимчасового розміщення. А публикації новостні на сайте делались. Если буде... Куди йому необхідомо звонити, що необхідомо нею? Щоб при регистрації в гостіниці... Завтрак, може би рекомендувати їм сухий паюк. Можемо ли ми на базі рекомендації комісії... Адміністрацію через... Ми тоді в робочому порядку це розробуємо. ...молновська, Берморська і Суворовська реадміністрації, ВО, директор Одесського надзвідної прикордонної служби, начальник певденного одеського територіального управління МНГУ, управління дорожного господарства. Дирекцією ТОП Міжнародного аерополію. Розпочинаємо ми з розгляду питання. Вчора, в 11-й... Що касається скосування всіх громадських заходів, спортивних, звукових, що проводиться в містах. ...інформацію про те, що є посилання на сайт, виклали її ще в субчатах. Крім того, ми цю інформацію розміщуємо сьогодні на офіційному сайті. Ні, я думаю, що можна знайти. Якщо будуть такі заявки, будуть думати. Я думаю, що в частних школах ручок і так далі, обеспечення всіх кабінетів на кожному тежі, на кожному вході в будь-яке адміністративне здання, дезінфіціююється средства для того, щоб люди могли цим пользоваться. Третье, по приємстві для розміщення тварин, і вже в нас він працює. Зараз у нас є шість боксів, які готові приймати тварин, якщо їх безпосередньо хозіва остануться. Треться, я так і хочу сказати, що по переговорам, запас муки у нас... Дякую за переговорам, що ми розпочатимемо на території міста Одеси, це кулиндоровські, розпочатки різних средств. Не помоч, не в плані, ми будемо продовжувати с ними коммуніцірую. Дерекович, мониторите ситуацію і дане питання щасткового переведення працівників до роботи на дистанційну в дистанційну. Що в нас робиться в цьому питанці? Давайте сначала ми підемемо по поводу школи. Калана Валеріна, що стосується забезпечення доступу учнів до... Там потрібна буде допомога їх, в тому числі, в цьому питанці. Ну, також я... Також я... Смотрите, всі абсолютно питання, наскільки зможемо. Як правильно називати роботу з прихожанами, храмом в городі? Сьогодні. На телеграм-канал, тому це також майже переважно. Дополнительні ссилки на наших ресурсах, щоб вони були. Де теж можливості, де можна прочитати більшу інформацію. Ну, а сьогодні у нас продукти харчування. Як там у нас справки булочних, ну, я маю дубуки і все, що связано з хлебом, особенно...